Осенью 1940 года в небе над Туманным Альбионом развернулось крупнейшее воздушное сражение Второй мировой войны, в значительной степени определившие её дальнейший ход. 22 июня 1940 года под натиском Вермахта капитулировала Франция. До начала кампании на Востоке против Советского Союза Гитлер хотел окончательно ликвидировать Западный фронт, то есть вывести из войны Англию, рассчитывая на практический ум англичан, Гитлер проявил чрезвычайную осторожность, предложив им исключительно лёгкие условия для мира. В ответ он услышал воинственные речи, ставшего накануне премьер-министром Уинстона Черчилля. «Давайте же так исполним свой долг и так будем держаться», – призывал он соотечественников, чтобы и через тысячу лет, если будут ещё существовать Британская империя и Содружество, люди могли сказать – это был их звёздный час. После того, как Лондон отказался от каких-либо переговоров, 16 июля 1940 года фюрер отдаёт распоряжение готовить операцию по высадке десанта на Британские острова, которая была названа «Морской Лев». Её осуществление серьёзно затруднялось господством на море Британского флота, а также ограниченностью времени для подготовки. По погодным условиям операция могла бы быть проведена исключительно не позже сентября. Подготовку к «Морскому Льву» решено было завершить к 9 сентября. К этому времени германский военно-воздушный флот «Люфтваффе» должен был установить контроль над проливами с воздуха. Командующий «Люфтваффе» рейхсмаршал Герман Геринг на совещании у Гитлера хвастливо пообещал, что нацистские лётчики даже без поддержки ВМС и сухопутной армии поставят Англию на колени. Против Британии было брошено около полторы тысячи бомбардировщиков «Юнкерки» и «Хейнгель-111», более 900 истребителей «Мессершмитт», а также 150 самолётов-разведчиков. Британские королевские военно-воздушные силы могли противопоставить этой армаде около 700 истребителей «Спидфайр» и «Хэрикейн» и более 400 бомбардировщиков. Кроме того, британское ПВО располагало две тысячи зенитных орудий, полторы тысячи заградительных аэростатов и самой передовой на тот момент системой радаров, способной обнаруживать самолёты на расстоянии 160 километров. Битва за Англию началась в 20-х числах июля 1940 года ударами немецкой авиации по караванам английских транспортных судов и портам Южного побережья. Затем объектами массированных атак с воздуха стали промышленные предприятия – аэродромы английской авиации, а с 7 сентября – Лондон. Нацисты намеревались вымотать и уничтожить британские военно-воздушные силы, запугать правительство и народ и в конечном счёте принудить их к миру на выгодных для Германии условиях. Рекомендуем вам канал интернет-издания «Дипломат», специализирующийся на самых неординарных событиях мировой политики. Вы знали, что есть государства, которые существуют исключительно из-за экспорта наркотиков? Например, маленькое африканское государство Гвинея-Бисау уже несколько десятков лет наводняет европейские страны кокаином. Об этом, а также о самых забытых кризисах нашей планеты, которые мировому сообществу невыгодно разрешать, из-за чего их просто игнорируют, вам расскажет канал «Дипломат», тёмная сторона мировой политики 21 века, неизвестные миллионы беженцев, коррумпированные режимы и тайная экономическая экспансия ведущих стран мира. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе самого интересного из мира, покрытой мраком политики. Одна из бомб попала в Букингемский дворец, где находилась королевская семья, отказавшаяся покинуть страну и укрыться в Канаде. Сломить мужество англичан не удалось. Более того, однажды вечером 50 британских бомбардировщиков совершили налёт на столицу Германии. Гитлер, берлинцы были шокированы, ведь Геринг клялся в том, что ни одна бомба не упадёт на территорию Рейха. В своих воспоминаниях Вторая мировая война Уинстон Черчилль называет 15 августа и 15 сентября, а также период с 24 августа по 6 сентября решающими фазами борьбы. Только за 15 августа немцы потеряли 90 самолётов, англичане – почти в два раза меньше. 15 сентября, в день битвы за Англию, в небо поднялись одновременно 200 немецких бомбардировщиков и 600 истребителей. Королевским ВВС удавалось расстраивать боевые построения Люфтваффе, заставляя большинство бомбардировщиков сбрасывать бомбы беспорядочно мимо целей. Не добившись превосходства в воздухе, 17 сентября Гитлер отложил операцию «Морской лев» на неопределённый срок, а 27 сентября Геринг был вынужден отказаться от идеи решить судьбу войны силами Люфтваффе, и битва за Англию закончилась. С июля по сентябрь 1940 года гитлеровцы потеряли около 2500 самолётов против порядка тысячи у англичан. Неудача агрессора в крупнейшей воздушной битве Второй мировой войны имела большое значение для дальнейшего развития событий. Германии не удалось закрыть Западный фронт до нападения на Советский Союз. Великобритания выстояла и в скором времени стала одним из основателей и лидеров антигитлеровской коалиции. В США усилились позиции, ратующих за вступление в войну на стороне Англии. Ещё в ноябре 1939 года Рузвельт добился отмены эмбарго на вывоз оружия. Правительство США стала поставлять его Англии и Франции на условиях оплаты наличными. 2 сентября 1940 года было подписано англо-американское соглашение, по которому в обмен на арендованные для создания военных баз бриданские территории Соединённые Штаты передали Англии 50 эсминцев. И, наконец, 11 марта 1941 года Конгресс принял закон о Ленд-Лизе, позволявший предоставлять вооружение противникам Германии на условиях аренды. Ну а напоследок я хочу сказать, что я добавил 2 реквизита, по которым вы сможете мне помочь в развитии контента. Если вам хотелось мне помочь раньше, то вы сможете осуществить это. Заранее спасибо потенциальным спонсорам.